В наших беседах по книге «Бытие» мы пришли к 29-й главе. Мы уже начали беседу о 29-й главе, но давайте немножко повторим. В 29-й главе перед нами три большие темы. Эти темы не так легко понять, ну, по крайней мере, нелегко их понять, когда пытаешься задаться вопросом, как смотрит на все это Бог, как относится к этому Бог, чему учит нас Библия, что говорит она нам. Один из этих предметов, одна из этих тем, это тема романтических взаимоотношений. Именно на этом мы и закончили наши беседы в прошлый раз. 29-й глава, 20-й стихи. Мы читаем, что Иаков служил 7 лет за Рахиль, и показались они ему одним днем, как один день, потому что он ее так любил. Помните, Исаф брал себе жен хананеек и причинял тем самым огромную боль и матери, и отцу. Но при этом Иаков любил и умел ждать. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, как отличить любовь от сладострастия и сластолюбия. В частности, вот как. Сладострастия стремится заполучить здесь и сейчас. Любовь готова ждать ради того, чтобы отдавать и жертвовать. Иаков доказал, что он по-настоящему любит Рахиль. Но это еще не все. Текст на этом не заканчивается. Сложные проблемы на этом не заканчиваются. Мне приходит в голову один известный американский писатель, умер он в 1910 году, звали его Марк Твен. Был он человеком неверующим. Более того, его настроения можно назвать антихристианскими. Немало негативного он сказал о христианстве и о христианской вере. Именно поэтому, я думаю, был он человеком глубоко несчастным. Даже с родственниками своими уживаться он не мог. Так вот, Марк Твен сказал вот что. «В Библии меня не волнует то, чего я в ней не понимаю. Меня волнует то, что я в ней понимаю». Интересное замечание, особенно если учесть, что высказано неверующим. Да, есть вещи в Библии, которых мы не понимаем. Есть вещи в этих главах бытия, которые мы не понимаем. Однако, есть те вещи, которые, как нам кажется, мы понимаем. Но эти моменты, эти вещи нас смущают. Мы думаем, как Библия о таком может говорить? Как Библия этому может учить? Именно на этом мы сейчас и остановимся в связи с 29, 30 и 31 главами. Потому что именно такие темы в этих главах поднимаются. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о том, как Лаван буквально одурачил Якова, своего нового зятя. И мы задаемся вопросом, как такое могло быть? Как можно переспать с женщиной и при этом даже ее не узнать? И только утром сообразить, с кем переспал в нашей современной ситуации, в современной культуре. Такое даже представить себе нельзя. Здесь недавно отключали, в нашем зале, в нашем здании, недавно отключали электричество. И правда ли, когда электричество отключают, света нет? Но смотрите, в то время электричества не было вообще. Его не просто не включали, его вообще не было. И света не было. Разве что огонь, свет от огня. Представьте себе теперь свадьбу. Свадебный пир 3 тысячи лет назад. Нет, 3 с половиной тысячи лет назад. Представьте себе ситуацию, в которой мужчины собрались вместе. Они едят, они пьют, наелись, напились, пьют, пьют и еще раз пьют. И уже после полуночи где-то, они уже не помнят, где они, кто они. И вообще говоря, вокруг темно. И жених, Яков, приходит в свой шатер и ждет. И входит женщина. Ну, это вот он видел, он понял, что это женщина, это все понятно. Но темно. Он эту женщину давно уже ждал. И он хочет с ней поговорить, сказать ей что-нибудь милое, доброе. Я думаю, мы об этом уже говорили в прошлый раз, но повторяю для тех, кто присоединился к нам только что. Он начинает ей говорить слова любви, начинает шептать что-нибудь хорошенькое. А она ему палец к губам прикладывает. Милый, не время сейчас разговаривать? Ну, конечно, не время. Мужчина рад, когда ему женщина скажет, не время сейчас разговаривать, если можно заняться чем-то более продуктивным. Ее голос он так и не услышал, потому что она ни слова не сказала. И он думает, ну вот особое время для нее, в ее жизни, я понимаю, она не хочет ничего говорить, она слишком скромна, слишком смиренна. Он не видит ее лицо, потому что уже за полночь. И начинается у них брак, начинается у них медовый месяц. А на следующее утро восходит солнце, и он видит ее лицо. И оказывается, что это не Рахиль, это Лия, сестра ее. И мы задаемся вопросом, как его так могли провести? Ответ — легко. Особенно, когда света нет. Особенно, когда напился. Особенно, когда невеста отказывается говорить. Легко такое может произойти. Представьте себе, Яков к этому моменту уже весьма недоволен поступком Лавана. Он приходит к Лавану и требует объяснения. А Лаван ему и говорит в книге Бытие 29-26. В наших местах мы никогда не выдаем младшую прежде старшей. Это очень важно, потому что много чего здесь происходит интересного. В прошлый раз мы с вами уже говорили об английской пословице, поговорке. Поговорка основана на двух английских словах. Stick — палка. И в слове lick — это многозначное слово. В частности, оно означает «лизать» языком, но также означает «ударять». Так вот, по-английски есть такая поговорка. Бог может нанести прямой удар кривой палкой. Что это значит? Бог может взять кривую деревяшку, но когда Бог использует эту деревяшку, удар получается прямой. Бог может нанести прямой удар кривой палкой. Но при чем тут Яков? Да вот при чем. Бог взял Лавана, его страшный, злой поступок, отвратительный поступок, мерзкий поступок. Ведь он одурачил Якова, он одурачил Лию, даже хотя Лии показалось, что все в порядке. Нет, нет, нет. Какой же это дар — получить нелюбящего тебя мужа? Он поступил ужасно с Рахилью, потому что обманул ее. Он заставил Рахиль поделиться мужем со старшей сестрой. Но Бог может взять этот отвратительный поступок и использовать его во благо. Об этом есть стих в Новом Завете. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Бог всему содействует ко благу, любящим Его, призванным по Его изволению. Это значит, что Бог мог взять этот отвратительный поступок и сделать так, чтобы и этот поступок был направлен на добро. Мы увидим, какое добро произошло из этого поступка. Мы увидим также еще одно проявление этого принципа в 50 главе книги Бытие. Мы услышим слова Иосифа, которые очень похожи на слова апостола Павла из 8 главы послания к римлянам. Но мы возвращаемся к нашему месту в книге Бытие. Давайте помнить о целях, которые мы перед собой поставили. Среди прочего, мы хотим исследовать библейское повествование. Мы хотим узнать, что произошло. Мы хотим узнать, как выстроена эта история, как развивались события, что было сначала, что было потом. И тогда наш подход будет историческим подходом. Нас интересует история. Но это ведь еще не все. Нас интересует также Божья рука в истории, Божье участие в истории, Божья цель. Зачем Бог все это так устроил? И зачем Бог воспрепятствовал чему-то еще? Что мы узнаем о Боге через изучение истории, через жизнь этих людей, которые раскрываются на наших глазах, через их добрые поступки, через их злые поступки? И в этом плане наши вопросы будут богословскими. Итак, перед нами исторические вопросы, что происходит, и богословские вопросы, что совершает Бог, почему Бог все это допускает. И перед нами есть и третья сфера вопросов. Что нам делать? Как нам реагировать, видя то, что происходит, видя то, что допускает Бог? Как нам поступать, когда узнаем что-то о Боге? Когда узнаем, каков Он? Когда узнаем Его атрибуты? Когда узнаем Его дела? Как нам поступать? Как нам реагировать? Как реагирует наше сердце? Будем ли мы любить Бога? Согласимся ли мы с Богом? Изменим ли мы наше поведение и наше отношение к жизни в повиновении Его воли? Или мы начнем сердиться, гневаться и скажем, нет, нет, Бог, если бы я был на твоем месте, я бы поступил иначе. Это духовная сфера вопросов. Итак, что происходит в содержании истории? Что это говорит о Боге? На что это указывается о Боге? Это богословские вопросы. И что нам делать? Как нам отвечать Богу? Это духовное измерение, духовный аспект. Но и это еще не все. Есть еще один аспект, еще одно измерение, задумавшееся об истории, о богословии, о нашей собственной реакции, о духовном в нашей жизни, о духовном компоненте в нашей жизни. Как нам изменить практическую нашу жизнь? Не только что нам думать, как нам относиться, но как нам поступать иначе, как нам изменить свою практическую повседневную жизнь. Мы узнали, каков Бог, мы узнали, что Он сделал, как Он поступил, почему Он так поступил. Мы изменили свое отношение к Богу. А теперь вопрос, как нам менять свою практическую повседневную жизнь? Это практическая сфера, практическое измерение. наше время, проведенное в Слове Божьем, должно изменять нас, изменять практическую нашу жизнь. Итак, мы с вами уже видели романтическую любовь, мы видели, как влюбился Яков, мы видели, что его тоже любят, мы видим, как его обманули, мы увидели, как его буквально провели. А теперь мы задаемся следующим вопросом. Что делает Бог? Как поступает Бог? Почему Он это допустил? И опять-таки, я думаю, мы об этом с вами уже говорили в связи с 29 главой книги Бытье, но давайте повторим на всякий случай, чтобы уж точно усвоить. В послании к Галатам Павел рассуждает на эту тему. Он рассуждает на тему, что посеешь, то и пожнешь. Если посеешь пшеницу, и пожнешь пшеницу. Так устроена природа. Так устроен мир. Но так устроен и мир духовный. Мир сверхъестественный. Так устроена наша духовная жизнь. Если мы обманываем других, то мы сеем обман. И пожинать будем обман. Когда-то и нас обманут. Иисус сказал об этом несколько иначе, другими словами. Он сказал, «Взявший меч, или живущий мечом, от меча и погибнет». Что же в свое время сделал Яков? В свое время он обманул своего отца. Вот что он посеял. Что же он пожинает? Да, собственно, то же самое. Теперь его обманул его тесть. Ведь справедливо, не так ли? Яков считал, что обманывать можно. Ему можно обманывать. Так, значит, и его могут обманывать. В свое время он Исаака обманул, когда Исаак был слеп, когда Исаак не видел, когда все для Исаака было темно. Хорошо? Теперь свадьба Якова. Яков напился. Темно. Он тоже ничего не видит. Он тоже в эту свою ночь, в брачную ночь, он слеп. Он оказался в том же положении, в котором находился в свое время Исаак. Исаак перепутал двух братьев. Теперь Иаков путает двух сестер. Видите, какая последовательность, какое развитие? Исаак был старшим братом по праву и по закону. Хотя, конечно, хотя и Бог потом это отменит. Но Исаак должен был иметь первое право. Яков, младший, получил то, что должно было сначала попасть к старшему. Теперь он пытается взять в жены младшую сестру, пытается устроить этот трюк еще раз. А отец говорит, нет, нет, здесь у нас не так. Сначала старшая. Смотрите, изучая всю книгу Бытия, от 29 главы и до конца книги Бытия, вы не увидите больше в Библии, вы не увидите больше книги в Бытие ни одного такого человека, который так подробно показывает закон сеяния и жатвы, как Иаков. И это не последний раз. Еще раз мы увидим, как Иаков показывает закон «Что посеешь, то и пожнешь». Но Бог использует страшный, отвратительный поступок Лавана для того, чтобы показать праведность Божию в жизни Иакова. Некоторым верующим людям недостаточно, чтобы им рассказали. Им объясняют, а они не слышат, не слушают. Бог хочет, чтобы мы учились в классе, в аудитории, на теории, но многие из нас не слушают теорию. Мы не слушаем предупреждения. Нам говорят, проповедник говорит нам, преподаватель говорит нам о том, что будет, «А мы не слушаем». Мы слушаем только в том случае, если набиваем себе шишки. Мы идем и делаем то, чего Бог запретил, и набиваем себе шишки. Бог порой позволяет нам вот такую учебу. Так учится Иаков. Урок этого повторяет неоднократно, снова и снова и снова. Есть еще одна важная вещь в 29 главе. Размышлять о ней очень сложно. Она неоднократно предстает перед нами в Ветхом Завете. Это многоженство, полигамия. Многоженство. Один мужчина, один муж, много жен. В церкви в истории есть люди, в истории есть люди, например, мормоны, которые говорят, что, ну вот, можно иметь несколько жен. Смотрите, в Библии говорится о многоженстве. Но давайте не путать две вещи. С одной стороны, то, что Бог позволяет, а с другой, то, что Бог заповедует. Есть огромная разница между тем, что Бог использует и что Бог предпочитает, чего Он хочет, чего Он желает. и совершенно очевидно, когда читаешь Библию целиком, что Бог никогда не хотел для человека многоженства, несмотря на то, что Он допускает многоженство. Иногда использует многоженство. Бог не хочет многоженства. В Священном Писании мы видим, как Бог учит народ израильский. в этих ранних первых книгах Ветхого Завета Израиль находится в детсадовском возрасте. Израиль еще первоклассник. В детском саду, в первом классе, разрешаются некоторые вещи, которые в университете недопустимы. к Новому Завету, к пришествию Господа нашего Иисуса Христа, израильский народ уже в университете. Кстати, большинство из них потерпели провал в университете и вернулись обратно в детский сад. В детском саду им понравилось больше, чем в университете, где преподают высшие духовные уроки Иисуса Христа. Но в Ветхом Завете, в детсадовском возрасте Израиля, мы можем найти моменты, говорящие о многоженстве. И если кто-то скажет, ну, значит, это допустимо? Нет, нет, это, конечно, недопустимо. Более того, когда мы приходим к книге Левит, Левит, 18 глава, 18 стих, мы читаем заповедь о том, что даже если у человека несколько жен, нельзя брать в жены двух сестер одновременно. Если одна сестра еще жива, нельзя взять жены ее сестру. А Бог не хочет такого. Да, это было, да, это случалось, но это не воля Божия. В самом начале наших бесед мы с вами уже говорили о том, что на протяжении первых 11 глав книги «Бытие» перед нами некая последовательность важнейших событий. Творение, грехопадение, первый брак, первое убийство, потоп, ковчег, Вавилонская башня, суд при Вавилонской башне. Все это события, великие события. С 12 главы и до конца всей Библии, даже не до конца книги «Бытие» только, не только до 50 главы книги «Бытие», но аж до 22 главы книги «Откровения» перед нами судьба семьи одного человека. Этого отца народов зовут Авраам. Мы, христиане, верующие, также духовные дети Авраама. Мы, дети Авраама, по вере. Авраам не является нашим физическим отцом, за исключением тех из нас, кто иудеи по рождению, но для нас он духовный отец. Но семейка эта пребывает в очень неприглядном состоянии. Мы начинаем видеть это уже в жизни его внуков, внуков Авраама. Мы видим, как запуталась эта семья Авраама. И все же даже эту дисфункциональную семью Господь использует. Даже эту дисфункциональную семью Господь превозносит. Даже в этой семье Господь делает так, что его благость, его милость превосходит человеческий грех. Английские психологи придумали такое словечко дисфункциональной. Дисфункциональная семья. Дисфункциональная это то, что не работает. Да, семья Авраама дисфункциональна. Если она не действует, если она не выполняет свою задачу, она дисфункциональна. Кстати говоря, большинство семей дисфункциональны. Особенно, если вынести за скобки Божью благодать. вспомните о том, что было в вашей семье, что было в вашем детстве. Семья Авраама дисфункциональна. 29, 30, 31, 32, 33, 34 главы. Это главы, которые говорят о семье Авраама и его потомков. В поколении Иосифа станет еще хуже. Но уже здесь страшные вещи происходят. к концу 29 главы книги Бытия у Иакова две жены. Начал он с одной подруги. Все, что он хочет, это взять ее в жены. И тут, бац, у него не одна подруга, а две жены. А одну из них он, в общем-то, и видеть не хочет. Более того, у него работа, которую он не хочет, потому что теперь должен семь лет еще работать на Лавана. Представляете, какой негодяй Лаван. Лаван говорит, так, семь лет отработаешь, получишь мою дочь. Хорошо, говорит Иаков. Лаван дает ему не ту дочь. Не, 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 я же сказал, за дочь, за старшую дочь, в смысле. А вот ты хочешь младшую, так отработай еще семь лет. Вот какой негодяй Лаван. Но вспомните о том, что именно так в свое время Иаков поступил со своим отцом. Именно так Иаков в свое время поступил со своим братом. Теперь он ощущает это на собственной шкурке. Теперь его тесть относится к нему именно так. Теперь у него на руках ненужно ненавистная жена. Мы с вами говорили о том, как владычество Божие оказывается выше греха Лавана. Посмотрим на заключительные стихи 29 главы. 29 глава, 31 стих. «Господь узрел, что Лия была нелюбима и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». Отверз утробу Лии он четырежды. Он дал четырех сыновей. И только потом уже у Рахиля были дети. 32 стих. Мы читаем о том, что первый сын рождается, его зовут Рувим. Первого сына зовут Рувим. Слово Рувим означает «се сын» или «вот сын». Вим от слова «бен» «сын». Рувим значит «вот сын». Последний сын Иакова получит имя Вениамин. Слово «вениамин» «бень-ямин» опять «бен» означает «сын десницы моей» или «сын правой руки моей». Итак, Рувим «рубен» «се сын» «вот сын». Посмотрите на сына. И Вениамин «сын десницы моей» «сын правой руки моей». Бог этими именами что-то хочет нам сказать. Именами детей Иакова. Он говорит нам очень важную вещь. Это имена людей, по которым будут названы потом колено Израиля. Это имена патриархов Израиля. Вот что говорит Бог. Смотрите на сына. Вот сын. Сын десницы моей. Помните, когда мы с вами только-только начали наши беседы по книге бытие. Я обратил ваше внимание на самое важное в Ветхом Завете. Ветхий Завет весь целиком указывает на Христа. Вот сын. Все сын. Что это за сын? Какой он? Это сын десницы моей. Сын правой руки моей. Кто он, сын десницы моей? Это Иисус Христос, Господь наш. Итак, сын первый, Рувим. Второй сын, Симеон. Третий, Левий, Четвертый, Иуда. Четырех сыновей рождает Илья, и больше у нее детей пока нет. У Рахили детей до сих пор так и нет к концу 29 главы. Но на этом драма не заканчивается. Она продолжается в 30 главе. Редактор субтитров субтитров субтитров